Воскресенье 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 Сегодня Бог говорил О тех, которые приняли его Верующие в сына Бога Дал право, дал власть Быть чадами Божьими Послушайте, кто может Больше этого сказать? И еще один проповедник Помог мне Он говорит, не будем спать, так что, пожалуйста, я буду проповедовать, не будем спать, как в некоторых это бывает, да? Слава Богу! Бог, смотрите, как чудесно Бог говорит. Я сегодня хочу, чтобы Бог открыл наши очи, чтобы мы по-другому видели. Но прежде я сейчас вспомню, я хочу поблагодарить всех вас за то служение, которое я иногда смотрю на вас, как вы служите Господу. Единственная проблема, что камера так снимает, что вас не видно, видно только сцена. Но вам лично, оператор, я приношу большую благодарность, потому что люди могут видеть и слышать, что здесь происходит. Это чудесно. Я хочу передать привет от моей семьи, от моей жены. Они знают это служение, они видят это служение. Мы очень рады за вас. Мы очень вдохновлены тем, что вы делаете для Господа. Пусть вас Бог благословит. Я приехал сюда, я не знал того, что я буду. Скажем, еще неделю назад или чуть больше, я не знал, что я здесь буду. Мы планировали весь мой род, планировали встречу там, в Колорадо. Мы хотели съехаться, купили билеты, назначили программу. И у нас что-то все время с программой не ладилось. Мы не можем никак сопоставить все вместе, потому что все в основном служители. И знаете, это трудно сойти с многим служителям и что-то вместе сделать. Каждый привык самостоятельно что-то делать. И вдруг, позапрошлое воскресенье, нам звонок, умер отец. Все наши планы рушатся, билеты все сдаем и все выезжаем сюда. Вот таким образом я здесь появился. Слава Господу! Я не скорблю сегодня, осуждайте меня или нет. Мой отец с Господом, он не встретился с моей мамой. Они сейчас радуются там, они смотрят на нас и пребывают в состоянии блаженства и благодати Божьей. Тема моей проповеди. Что ты видишь? Я хочу, чтобы мы открыли Слово Божие в книге Захарии. Четвертая глава, первый стих. Говорится, что возвратился тот ангел, который говорил со мной и пробудил меня, как пробуждает человека от сна. И сказал он мне, что ты видишь? Простые слова. Я вам скажу, у меня эта проповедь родилась здесь. Я никогда на эту тему не проповедовал, немножко в Русской Поляне говорил об этом. Я приехал сюда. Многих людей я не видел 30 лет. Я встречался с ними. Но, как я говорил, последний раз я был здесь 15 лет назад. И сразу после похорон отца на меня свалилась куча, огромная куча всякой информации. Скажу вам, к сожалению, это в основном негативная информация. А знаешь ты, что тот служитель 20 лет назад сблудил? Я говорю, аллилуйя! Они говорят, ты что? Я говорю, ну он же служит Богу сейчас. Значит, он победил. Значит, победа была совершена. Значит, он боролся. Он сумел это сделать. Бог помог ему. Это же прекрасно. И тогда у меня родилась эта проповедь. Что ты видишь? Когда ты смотришь на ближнего своего, что ты видишь? Видишь ли ты грехи его прошлые? Или ты видишь помазанника Божия в нем? Когда ты сегодня смотрел на этих детей, что ты видишь? Я одного пастором назвал. Он и благодатью закончил. Это же чудесно! Смотрите! Пастор Тоня сегодня служит. Пусть бы кому-то из нас 30 лет назад кто-то сказал, что она будет служить. Тоня, поверили бы? Никогда. Что мы видели тогда? Мы видели ее поступки. Мы видели ее, как она в школе учится. Мы видели там еще что-то. А как Бог видел? Бог смотрел наперед. И Он смотрел и видел. То, что никто не верил. Но Он верил. Он ждал. Все это время. И пришло время. Сегодня сердце Отца радуется, что она служит Господу. Когда вы смотрите на своих детей, которые вы посмотрели. Пришел сын или дочь поздно ночью, еще немного выпивший или запах сигарет. Что вы видите в это время? Видите ли вы его проповедником? Или вы говорите, что пришел пьяница? Что ваши уста провозглашают на своих детей? Цель моей проповеди сегодня, чтобы мы научились видеть так, как Бог видит. Когда вы видите больного человека, что вы видите? Ученики Иисуса Христа говорят Иисусу. Вот этот слепой, кто согрешил? Он или родители его? Ихнее видение было в том, что если этот человек болен, если он родился слепым с детства, значит, кто-то согрешил. Кто-то сделал грех. Но Иисуса зрение было совершенно по-другому. Он смотрел, он говорит, ни он, ни родители не согрешили. Но это Бог сделал для славы своей, чтобы явить людям свою славу. Что ты видишь сегодня, когда видишь больного? Что ты видишь сегодня, когда видишь человека на коляске? Что ты видишь сегодня, когда видишь брата согрешающего? Что ты видишь, когда выходит группа прославления, и они начинают славить Господа? Что ты видишь? Мне сказали, что сегодня группы прославления не будет. А я стоял и говорю, Господи, я знаю, что только на небесах будет лучше славить, чем сегодня славят. Я видел некоторых этих молодых девочек, слезы на глазах. Они поклонялись Господу. Вы знаете, Господь, когда смотрит на группу прославления, Он не смотрит на количество, Он не смотрит на качество, под какой маркой инструменты, Он не смотрит, как они одеты. Он смотрит, врет ли человек, или правду поет ему. Часто мы поем песни, это просто так слова говорятся, и мы поем слова из песни. Но Бог видит тех людей, которые через песни выражают свое сердце Ему. И для Него нет ничего дороже, нет ничего лучшего, когда Он видит, что сердце открыто для Него. Что ты видишь, когда человек что-то говорит тебе? Когда человек увещевает тебя? Что ты видишь? Если ты обозляешься на Него, твое зрение неправильно, если ты обозляешься на то, что тебя обличают, тебе говорят, ты недоволен этим. Если ты заболел, и ты начинаешь обижаться на Бога, если у тебя что-то не получается, проблемы какие-то, и ты начинаешь роптать, ты еще не познал Бога. У тебя трудности, у тебя беда, у тебя горе. Если ты начинаешь роптать, это первый признак, что ты ничего не понял или не поняла. Все для любящих Бога, для любящих Бога, слушайте, те, которые любят Бога, остальных это не касается, для любящих Бога все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Я вам приведу один пример, чтобы вам недалеко ходить. Пример из этой церкви. 15 лет назад я приехал сюда. Вы были еще в кинотеатре Украина, по-моему, да? Я проповедовал здесь. И после собрания подошел ко мне один человек. Я не запомнил его лица, поэтому здесь он или не здесь, я не знаю. И он мне сказал, Господь мне сказал дать тебе курточку. Он снял и дал свою курточку. Она подошла на меня, немножко великовата была. Ну, я ее одел. У меня была одежда, все было. Я ехал в Германию тогда. Ну, я взял ее, думаю, человек от сердца. Я видел, он искренне это сделал. Я одел эту курточку и поехал. В поезде ехал, я познакомился с одним человеком, евреем. Мы с ним ехали в купе, разговаривали, познакомились. Я ему свидетельствовал. Я не стал, я евреям не проповедую так, что покайся, Бог любит тебя, приходи к Богу. Я ему рассказывал, сколько Бог сделал в моей жизни, как Бог меня изменил, как Бог благословлял меня. И мы приезжаем, ему в Польшу выходить. Мне дальше ехать, ему в Польшу выходить. Это было вот между 6 и 10 июня. Лето, да? Останавливается поезд, мы окно открываем, снег лежит. Мороз на улице. А он в одной футболочке с коротким рукавом. А я ему перед этим рассказал, как Бог сказал этому человеку дать мне курточку. Я снимаю эту курточку и говорю, теперь я понял, это Бог позаботился за тебя. Вот тебе эта курточка. Я думаю, этот человек, это свидетельство запомнит на все. Это лучшая проповедь, чем если бы я его аготировал. Знаете, благодаря тому, что человек послушался Господа, он видел, что я одетый, мог бы сказать, да, ну, пришло желание дать курточку, наверное, это что-то мое такое человеческое. Но он послушался Господа. Я верю, это помогло приобрести одного из сыновей Авраама. Мы должны всегда видеть то, что Бог видит. Я приведу еще один пример. Я не буду читать места Писания, чтобы времени забирать. В книге Эмоса говорится о такой истории. Бог показывает человеку видение. Говорит, вижу я саранчу, которую Бог сотворил. И вот она, поедая всю зелень земную. И когда этот человек увидел это, он сказал, Господи Боже, как мал Иаков. Он же не устоит, он не выживет. Смилуйся, Господи. И Бог написано пожалел об этом и сказал, не будет этого. И обратно он смотрел видение. И вот огонь пожирающий. И он пожирает всю землю. И он сказал, Господи Боже, как устоит Иаков. Помилуй. И Бог пожалел об этом и сказал, не будет этого. Представьте себе, а если бы этот человек не увидел того, что Бог видел, бедствие бы состоялось. Но он имел правильное зрение, он имел правильное направление, он видел то, что видит Господь. И Богу нужен был такой ходатай, который мог бы стать проломи за свой народ. И Бог пощадил этот народ. Один человек. Если тебе кажется, что ты мал в своих глазах, не думай об этом. Потому что Бог на тебя смотрит совершенно по-другому. сегодня я хочу повторить, это было запланировано в моей проповеди, то, что сказал один из детей. Первое Иоанна, третья глава, написано. Кто помнит первое слово? Третья глава, первое послание Иоанна, первый стих. Смотрите, какую любовь даровал нам Господь, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Он не говорит, послушайте, примите информацию для вашего сведения. Он говорит, смотрите, Бог хочет, чтобы мы правильно видели свое положение пред Господом, чтобы мы посмотрели на себя теми глазами, какими смотрит Бог на нас. Смотрите, какую любовь даровал вам Господь, чтобы вам называться и быть детьми Божьими. А тот стих, который цитировал ребенок, он сказал, какую власть дал нам Господь быть детьми Божьими. Слышите, мы дети Божьи, это не для того, чтобы мы просто себя успокаивали. Я вижу, как минимум, три грани в этом. Первая грань это огромная ответственность. послушайте, молодые люди, пожилые люди, те, которые сегодня проходят огромную борьбу, когда вы боретесь своими похотями, когда вы боретесь своими привычками, когда вы пытаетесь избавиться от курения, когда вы пытаетесь избавиться от алкоголя, вы дети Божьи. И это огромная ответственность. На вас смотрят люди, на вас показывает дьявол. Третья глава Захарии. Первый стих. Пророк говорит, что видел я Иисуса, Иерея Божьего, и рядом с ним стоял сатана, чтобы противодействовать ему. Понимаете, Бог сделал нас сынами и дочерями Божьими, чтобы мы были Его представительством здесь на земле, чтобы мы от имени Его делали великие дела Божьи. не для того, чтобы мы жили жизнью этого мира. И дьявол каждый раз ходит за нами, чтобы если мы где-то споткнулись и упали, он хочет сразу тыкнуть пальцем. Смотрите, что он делает. Какой же он сын Божий? Какой же он служитель? Какой же он священник? Мы должны помнить об этом. Это огромная ответственность быть сынами и дочерями Божьими. На нас смотрит мир. И что они должны видеть в нас? Они должны видеть Христа в нас. Они должны видеть в нас Бога. Второе, у нас власть огромная. Вы знаете, как меняется власть. И смотрите, был один президент, и у него был сын или дочь, и они иногда делают великие дела, да? Потом в другой раз меняется власть. Этот становится никто, а тот, кто пришел власти, становится кем-то, да? И его дети тоже. «А мы дети царя царей, Господа господствующих, и вся власть, вся сила, которая есть у него, это наше наследство». Почитайте Вианна, я не хочу прочитывать все эти стихи. Это наше наследство, он сделал нас наследниками величия его, славы его, силы его, могущества его, власти его. Поэтому я провозглашаю, чтобы все проповедники, которые будут выходить сюда, призвать ли к десятине пожертвования, просто сказать напутственное слово, вы имеете власть, чтобы слово Божие говорить с дерзновением и силою Божией. Это вам дано, это у вас уже есть, и если вы не умеете это делать, то только потому, что вы не научились, потому что вы не видели этого. Выходите и говорите слово Божие с дерзновением и властью. Христос говорит, «Все даю вам власть наступать на всякую вражу силу. Все даю вам власть». Я поделюсь с вами одним секретом. Я в Калифорнии занимаюсь сейчас пасекой. И моя пасека находится на горе в таком диком месте, огромный-огромный сад, где-то может на 50-100 гектаров. Там озеро посредине. Там очень много диких животных, много шакалов, много змей. Я с ними иногда разговариваю, меня там никто не видит. Я говорю, ты не имеешь права заходить на эту территорию. Ты знаешь, что я такой? Ко мне часто шакалы приходят, очень близко приближаются. Я говорю, ты знаешь, что я? Убирайся отсюда. Он так постоит, посмотрит, разворачивается и уходит. А что ему остается делать? Мы дети Божьи. Над нами ангелы Божьи полчаются. Мы должны видеть это. Мы должны слышать это. И когда ты видишь больного человека, у который есть какое-то недомогание, сегодня у нас будет служение и исцеление, почему вдруг ты с ним встретился? Думаешь, это случайность? Нет. на тебе лежит ответственность. Ты сын Бога живого. Это не значит, что ты сразу должен протянуть руки и там начинать что-то кричать, провозглашать. Иногда нужно разобраться. Мы имеем власть детей Божьих. Исайя видел Господа Высокого Превознесенного и краярызь его наполняли храм. И он видел херувимов. Он видел ангелов Божьих. Когда он увидел Господа, что произошло? Он наверное сказал, вот я такой святой теперь стал, теперь я вижу, что вот эти люди согрешают. Да? Он увидел себя. Когда мы видим Господа, Бог нам начинает открывать себя. Поэтому если ты постоянно видишь недостатку братьев и сестер, то наверное ты не видишь Господа. Потому что если ты увидишь Господа, ты вдруг посмотришь в зеркало на себя. И воскликнул Исаия. бедный человек, потому что я грешен, я увидел это, я увидел свое состояние, а глаза мои видели царя Саваофа. Я же должен умереть, потому что я видел Господа. И Бог видел его раскаяние. И коснулся, ангел взял угли от жертвенника, осветил его. И потом Бог говорит, кого нам послать для нас. Исаия говорит, вот я, я очищен, я освящен, вот я, пошли меня. Вот что Бог ожидает от каждого из нас. Когда ты увидишь Господа, когда ты будешь видеть так, как Он видит, ты будешь слышать голос его, ты будешь слышать призыв его, ты сможешь ответить на этот призыв. Вот чего Бог хочет от нас, братья и сестры, увидеть Господа, знать сердце его, это больше, чем просто христианин, который знает, что можно делать, а что нельзя. Часто люди, христиане, служат Богу, они говорят, главное выполнить, что можно, что нельзя. Это не то. Не к этому призывал нас Господь. Не для этого Иисус искупил нас. Он хочет, чтобы мы очистили, сосветились и свои сосуды предоставили Богу для служения. Вы род избранный, вы народ особенный, взятый в удел Божий, не для того, чтобы сплетничать друг на друга, не для того, чтобы разносить слухи какие-то, для того, чтобы провозглашать Божье совершенство. Я скажу другими словами, для того, чтобы пророчествовать, потому что провозглашение это есть пророчество, которое произносится людьми Божьими, исполненными Духом Святым. Сегодня каждый из вас, мал или велик, если ты вчера только покаялся, если ты позавчера только пришел к Богу, сегодня Бог говорит тебе, ты призван Богом, ты избран Богом, чтобы пророчествовать, чтобы провозглашать величие и славу Божию. Вот для чего мы приходим на эти собрания. Чтобы видеть глазами Бога, чтобы учиться видеть то, что Бог видит, чтобы делать то, что Бог делает. Увидеть себя, это значит увидеть причины своих бедствий. Поскольку сегодня будет служение и исцеление, я призываю всех людей, которые хотят сегодня, чтобы Бог коснулся вас и исцелил вас. и обращаясь к тем, в самом начале служения мне было обратиться к тем, у кого больные почки. Попросите сейчас у Господа, чтобы Бог открыл вам причину. Когда ты посмотришь своим взором на Господа, ты увидишь причину. У болезни есть причина, потому что Иисус уже искупил нас от всех болезней, от всех немощей. Мы не должники, чтобы болеть. Это чужое для нас, это не наше призвание болеть. Бог нас не призывал к этому. Но есть причины, почему мы болеем. Одна из причин может быть, если ты во грехе, и Бог тебя останавливает таким образом. Другая причина, если Бог испытывает тебя каким-то образом. И третья причина может быть для славы Божьей, что Бог хочет через тебя явить свою славу. Когда ты увидишь Господа, когда ты посмотришь Ему в лицо, ты будешь точно знать эту причину. Потому что Иисус, который был на земле, когда Он ходил здесь по этой земле, когда Он постоянно предстоял пред Отцом и смотрел Ему в глаза, когда Стефан видел Господа, они знали причины. Иисус говорит, ни Он не виноват, ни родители Его не виноваты. Это для славы Божьей. Почему? Потому что Он был в близких отношениях с Господом. Он знал точно причину, почему происходит. Поэтому пусть сегодня Бог покажет тебе, я сейчас буду молиться, о том, чтобы Бог сегодня приготовил каждого из вас чудесам и знамениям. Одни для того, чтобы через вас совершались чудеса и знамения. А других для того, чтобы сегодня у вас были чудеса и знамения. Чтобы Бог исцелял каждого из вас. И не только физические болезни. Очень часто мы болеем душою. Наша душа болит. Бывает такое, что душа болит, да? Иногда мы даже не знаем от чего. Иногда кажется вся жизнь наша рушится и мы не знаем что происходит. Пусть сегодня Господь покажет тебе ту причину. И когда ты скажешь Господу, когда ты покаешься пред Господом, тогда Бог все изменит твоей жизни. давайте склоним наши головы. Отец Небесный, во имя Сына твоего Иисуса Христа мы обращаемся прямо сейчас к тебе, чтобы ты исцелил каждое сердце. В первую очередь для того, чтобы видеть твое лицо. В первую очередь для того, чтобы видеть этот мир и все окружающее, так как видишь ты, Господь. Ты сегодня спрашиваешь каждого из нас, что ты видишь? Ты спрашиваешь у нас, что ты видишь? Научи нас видеть тебя, видеть твой престол, видеть лицо твое, видеть то, что ты видишь, видеть благословение в людях, видеть тех благословенных людей, которых сегодня возможно борются, которые сегодня еще во грехах, но ты видишь их твоими помазанниками. Господь, научи нас так видеть, освяти нас, очисти нас, приготовь наши сердца, дай нам действовать с дерзновением, сегодня молиться за людей со властью, Господь, сегодня пусть каждый в этом зале получит Господь вдохновение провозглашать Твою истину, пророчествовать во славу Твою, и пусть прославится Твое имя, наш Бог и Царь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. иисус Христа. Аминь. Аминь. Субтитры